Тикток самая мощная платформа в мире по зомбированию людей, заходя каждыми днями на эту платформу, люди сталкиваются с определенным коротким контентом, который вызывает огромную зависимость, а также особый интерес. Данный контент не несет информативность и пользу для человека, проще говоря обычное развлечение. Люди в очередной раз не задумываются о том, что они делают. В итоге очень печально сказывается на общей картине человечества, что приводит к полнейшей деградации, и как всегда замечают это только единицы. Главная проблема ТикТока в том, что он отнимает очень много времени. Ты вроде бы зашел на некоторое время, но уже не осознавая можно понять, что ты тут сидишь уже очень долго, что как раз таки происходит зомбирование в данный момент. Зависимость очень элементарная штука, стоит всего один раз познакомиться, как это засадит в тебе надолго, и тебе придется потратить большое количество времени, чтобы вернуться в прежнее состояние. Зайдя первый раз в ТикТок, ты потратишь не так уж и много времени, но стоит пройти несколько дней, как ты уже будешь несколько часов в день, уделять данной платформе, даже не предполагая на то, что это может принести какой-либо вред. Гениальность данной платформы в том, что все, что тебе нужно для пользования, это один палец, быстро проводящий снизу вверх, чтобы переключиться на другой контент. Как раз это идеально подходит для ленивых и неэнергичных людей. Таким образом, все, что вам нужно, это глаза и палец листающий десятки, а то и сотни разного контента, по сути как зомби, смотрящие в одну точку и тыканье пальцем, не понимая происходящего. Есть еще одна самая известная и лидирующая на первом месте платформа, которая называется YouTube. Но YouTube очень сильно отличается от ТикТока, потому что видео в основном все длинные, и ты лично сам выбираешь, какие видео ты хочешь смотреть. В то время, когда ТикТок сует тебе абсолютно любой категории видео, и все, что ты можешь сделать, это просто пролистнуть видео на следующий. ТикТок также появился и в самом YouTube, что на телефоне, что на компьютере в отдельном разделе. Ему присвоили название Shorts, который по сути ничем не отличается от основного ТикТока, но несмотря на это, лидерство YouTube только усиливается. Но все же несмотря на это, у ТикТока есть одно преимущество для тех, кто хочет стать популярным. Ведь у каждого человека в мире, есть огромные шансы в платформе стать популярным, и иметь огромную аудиторию у себя на канале. Ваши видео будут много кому рекомендоваться, и на создание самого контента у вас будет уходить мало времени. Когда в то же время, в YouTube нужно много трудиться, и набрать огромную аудиторию довольно очень сложно, но это как посмотреть и есть ли при этом у тебя стратегия. Если грамотно на все посмотреть, создать стратегию, то тогда набрать большую аудиторию у вас не составит труда. Главное иметь само желание и интерес к этому. Если вы думаете, что просматривая контент в ТикТок, никак на вас не влияет, то вы глубоко ошибаетесь. Мало того, что ТикТок зомбирует, он еще усиливает лень и ломает ваш мини-план в делах по дому и другие. Думаю вы могли это заметить, когда решили прилечь и посмотреть ТикТок, то время на которое вы решили потратить на просмотр, уже прошло, и вы уже лежите больше чем надо, а время при этом на месте не стоит, оно идет дальше. И когда все-таки преодолели вы себя и решили выполнить свои дела, то заметили как энергичность вашего тела упала, и вы нудно с большим нехотением выполняете свои задачи. В итоге происходит полное обрушение. По сути так у вас получается из-за дня в день, конечно же не у всех, но большая часть людей этим страдает, возможно они этого даже и не замечают, что по итогу некоторые дела переносятся, а некоторые даже не выполняются. Еще одна проблема заключается при просмотре самого контента, а именно то, что люди его воспринимают как за определенную норму и не видят в этом что-либо плохого и деградирующего. При самом просмотре люди привыкают к такому контенту, и поэтому сознание человека воспринимает это уже за обычное состояние. Смотря на контент, который производят авторы, можно понять, что данный жанр контента очень глупый, бессмысленный, ненужный и весьма отупляемый. Зайдя в Google Play Market можно обнаружить, что TikTok скачали более 1 миллиарда раз, а YouTube в свою очередь скачали более 10 миллиарда раз. Естественно это не количество людей скачавшие столько раз данные платформы. Учитывается само скачивание, у меня к примеру несколько Google аккаунтов, и я несколько раз скачивал YouTube с разных аккаунтов на протяжении нескольких лет. В общем вы можете сами предположить сколько людей пользуются TikTok, и это просто страшное количество, и мало того это количество с каждым днем растет только вверх. Лично у меня был опыт с TikTok, несколько раз я им пользовался, на протяжении нескольких дней, потом удалил, и через пару недель опять его скачал и пользовался, но и снова потом удалил и уже на долгое время, больше я им вообще не пользуюсь как и шортсом на YouTube, но иногда хочется посмотреть. Зомбирующий контент. В итоге смотрю обычные стандартные видео. Во время пользования TikTok я замечал один раздражающий вид контента, где нужно было посмотреть на позирующую девушку или парня, где вверху или внизу какой-нибудь провоцирующий вопрос, который ждет интригующего ответа. И в итоге авторы данных видео направляют зрителей на просмотр звука, а именно нужно нажать на определенные иконки, чтобы увидеть звук, а в итоге завершается это все надписью поделиться в социальные сети. И на провоцирующий вопрос ответ вы не получили, и по направлению автора ответа не нашли. Если кто не понял, что за махинация такая была, я отвечу, это элементарная накрутка. То есть накручиваются репосты, те самые поделиться. Авторы обнаружили баг в TikTok, что можно накрутить репосты без отправки самих репостов, зрителями в разные социальные сети. А смысл накручивания было в том, чтобы данное видео, которое вы посмотрели, было в топе, и набирало большое количество просмотров. Что в итоге успешно получилось, и куча таких видео действительно оказались в топе. Также раздражал похожий такой контент, где опять девушка, или парень позирует свои красивые в кавычках лица, где весел текст, и нужно было определенное количество секунд подождать, пока появится нужный ответ, и на этот раз он действительно появился. А раздражало меня именно само ожидание этого ответа, то есть уже можете понять, насколько тупой контент там создается. Данная платформа была специально так создана, чтобы она была максимально удобна, чтобы мозги не нагружались заходя туда, и чтобы контент легко воспроизводился. В итоге действительно все так и вышло, но смотря с здравой точки зрения можно понять, что это глобальная деградация и высасывание мозгов у людей. И самое печальное то, что люди этого вообще не замечают и вряд ли заметят. В заключение я могу вам сказать, что вам необходимо удалить и забыть про тикток навсегда, это пойдет вам только на пользу. Заменить тикток можно, это просмотр нормального контента в ютубе, на определенные темы и сферы, тут вы уже решаете и выбираете сами. Те, кто хотят заработать на тикток, то пробуйте, обязательно что-нибудь получится, печально, что нету монетизации, как в ютубе, чтобы платили за просмотры. Как я понял по некоторым статьям, на тикток можно заработать напрямую через рекламодателей и рекламирую при этом определенные товары. Естественно при этом нужно иметь хорошую, порой масштабную аудиторию для зарабатывания денег. И в большинстве случаев рекламодатели будут обращаться к тем, кто демонстрирует свою личность на показ, то есть показ своего лица и все в этом роде. Надеюсь вы услышали мою точку зрения, насчет тиктока, смотрите на вещи с адекватной стороны и тогда увидите всю картину происходящего. Субтитры сделал DimaTorzok